Всем привет! С вами Дмитрий Побединский, вы на канале Кверти. Тему для этого выпуска предложил наш подписчик Айдар Рафиков. Он спрашивает, что будет, если скорость света станет меньше в два и более раз? Ну что ж, лови ответ. Известно, что скорость света это фундаментальная физическая постоянная. Ее даже обозначают буквой С, что как бы намекает, что это константа. Так вот, считается, что скорость света одинакова повсюду. И вблизи планеты Земля, и в далеких-далеких галактиках. Но все же, давайте пофантазируем, что будет, если скорость света уменьшится в несколько раз? Стоит отметить, что скорость света постоянно и равняется примерно 300 тысячам километров в секунду только лишь в вакууме. Если свет распространяется в веществе, то там он замедляется. И степень замедления зависит от показателя преломления вещества. Чем он больше, тем сильнее замедляется свет. Например, показатель преломления воды 4 третьих. А это значит, что свет там движется со скоростью всего лишь 225 тысяч километров в секунду. А в алмазе свет замедляется вообще до каких-то смехотворных 124 тысяч километров в секунду. И вы только вообразите, раз свет замедляется, значит можно быть быстрее его. Ведь согласно современным представлениям, мы не можем двигаться быстрее скорости света в вакууме, но не в веществе. Такое сверхсветовое движение порождает излучение Вавилова-Черенкова. Посмотрите, какое оно красивое. Оно часто возникает в активной зоне ядерных реакторов, где много очень быстрых частиц радиации. Как раз таки здесь скорость света примерно 225 тысяч километров в секунду, а скорость частиц может быть более 290 тысяч. Ну, с веществом все понятно. Но что будет, если изменится сама фундаментальная постоянная? Что будет, если уменьшится скорость света в вакууме? Ну, она на самом деле очень огромная. И если она уменьшится в два раза, то мы этого практически не заметим на первый взгляд. Так что сначала давайте посмотрим, что будет, если скорость света уменьшится вплоть до скорости человеческой ходьбы. Вот тут как раз таки и заиграют всеми красками эффекты теории относительности. Ну, во-первых, скорость света это предельная скорость движения частиц. Так что сразу можно будет отменять все штрафы за превышение скорости. Ведь быстрее никто не сможет двигаться. Во-вторых, на скоростях близких к скорости света будет происходить сжатие предметов в продольном направлении. Стоя на улице, вы будете видеть очень узких пешеходов и очень сжатые автомобили, проезжающие мимо. Ну, а если вы будете сами двигаться, то поле вашего зрения из-за этого эффекта будет странным образом увеличиваться. В-третьих, при движении все цвета будут просто дико искажаться. Ведь свет это электромагнитная волна. И когда вы будете двигаться навстречу ей, то гребни волн будут чаще приходить к вам. Из-за этого цвет будет смещаться по спектру в фиолетовую область. Если вы повернетесь назад, то там будет обратная картина. Гребни волн будут приходить реже и смещение будет в красную область спектра. Это называют эффектом Доплера. В-четвертых, вы всегда будете опаздывать. Ведь при движении время замедляется. И если скорость близка к скорости света, то этот эффект очень сильный. Вот представьте, пошли вы в универ. Прошло по вашим часам 2 минуты, а когда вы придете, окажется, что прошло 6000 лет. Универ уже давно не существует, а на его месте построили казино для пришельцев. Все эти эффекты и многие другие существуют и в реальности. Но мы их не можем наблюдать, так как скорость света очень огромна. И мы даже близко к ней не можем подобраться. Разве что уменьшить саму физическую постоянную. И это можно сделать, ну, конечно, виртуально. Есть игра, в которой можно уменьшать скорость света и наблюдать за происходящими эффектами. Ссылка в описании, обязательно попробуйте. Я вам очень советую. Что ж, как вы понимаете, уменьшение скорости света комфорта нам не добавит. Более того, согласно современным представлениям, изменить она хотя бы на доли процента. Нас могло бы вообще не существовать. Дело вот в чем. В современной физике есть несколько фундаментальных постоянных. Таких, как скорость света, заряд электрона, постоянная планка и так далее. Эти постоянные нельзя рассчитать по каким-то законам. Их можно найти только экспериментально. И ученые однажды задумались, а почему эти постоянные именно такие? Что, если они были бы немножечко другими? Смоделировали ситуацию, посчитали и ужаснулись. Оказывается, малейшие изменения в этих постоянных приводят просто к фатальным изменениям в нашей Вселенной. Ну вот, например, скорость света. Если бы она была меньше, то тогда соотношение между массой и энергией было бы другим. Тогда в звездах, в термоядерных реакциях, выделялось бы намного меньше энергии. И время жизни звезд было бы намного меньше. Настолько меньше, что вокруг них не успевали бы образовываться планеты, на которых могла появиться цивилизация людей. И мы все с вами были бы не такими классными и модными, а просто кучкой унылых атомов. Так что менять скорость света, это вам не шутки шутить. Это серьезная физическая константа. Правда, мы пока не знаем, почему она именно такая. Может быть, есть какая-то еще не открытая супертеория всего, объясняющая это значение. Ну, а может быть, просто-напросто есть огромное количество вселенных с разным значением скорости света, и нам повезло оказаться в той, где это значение такое и удачное. Мы не знаем точно, но это нормально, ведь наука не может знать всего. Если бы она знала все, она бы просто остановилась, и развитие человеческой цивилизации прекратилось. И это можно сказать и про каждого из нас. Чтобы двигаться дальше, развиваться, не прекращайте поиск и не останавливайтесь на достигнутом. И чтобы наш канал развивался, обязательно поставьте лайк. Чтобы развивались вы, подписывайтесь. А сейчас спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!